Американский доллар в пятницу отошел от двухгодового максимума после публикации отчета об объемах заказов на капитальные товары, произведенные в США. Отчет показал падение, и это послужило дополнительным признаком того, что активность в промышленном секторе и экономическая активность в целом ослабевают. Причиной тому отчасти является торговый конфликт с Китаем. Снижение курса доллара помогло фунту стерлингов отойти от минимальной отметки за последние 4,5 месяца. При закрытии торгов на прошлой неделе британская валюта была на уровне 1,2713. Однако первоначальным фактором, поспособствовавшим росту фунта, была новость о том, что премьер-министр страны Тереза Мэй планирует уйти в отставку. Об этом стало известно в пятницу. Таким образом, Соединенному Королевству предстоит выбрать нового премьер-министра, который сможет добиться более мягкого разрыва отношений с Евросоюзом. Между тем, падение доллара началось еще в четверг на фоне неоправдавших ожидания экономических отчетов. Согласно опубликованным данным, активность в производственном секторе США ослабла до 10-летнего минимума в мае. Евро в пятницу укрепился, приблизившись к уровню 1,20 на фоне ослабления доллара США и результатов выборов в Европарламент. Тем не менее, с начала года единая европейская валюта потеряла 2,3%. Напряжение торговых отношений и слабые экономические отчеты повысили вероятность сокращения процентной ставки Федеральным резервам. Большинство экспертов прогнозируют одно снижение ставки в октябре, и затем еще одно в январе 2020 года. Что касается динамики на криптовалютном рынке, котировки биткоина резко обвалились. Произошло это 16 мая после того, как на бирже Bitstamp был размещен весьма объемный ордер на продажу. Неизвестный инвестор слил 5000 биткоинов одной сделкой и тем самым запустил цепную реакцию по всему рынку цифровых денег. Тем не менее, криптовалютный рынок быстро восстановился и котировки биткоина вернулись к отметке 8000 долларов за монету. 24 мая биткоин закрыл торги в зеленой зоне на отметке 7 994 доллара 90 центов. За неделю самая популярная криптовалюта подорожала на 11%. Между тем, цены на нефть повысились в пятницу в рамках одного дня, но недельное падение оказалось самым масштабным в этом году. Растущий объем запасов сырой нефти и опасения вокруг замедления роста мировой экономики оказали давление на черное золото. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле завершили торги на прошлой неделе на отметке 58 долларов 63 цента за баррель на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. При этом в четверг котировка закрытия была 57 долларов 91 цент, самая низкая с 12 марта. Фьючерсы на WTI потеряли 6,8% за неделю. Между тем, фьючерсы на североморскую смесь Brent с поставкой в июле завершили торги с повышением на отметке 68 долларов 69 центов за баррель, но за неделю подешевели на 4,9%. В четверг стоимость нефти Brent упала на 4,6%, а WTI – на 5,7%. Это были самые крупные дневные потери с декабря. Недельное падение также оказалось самым быстрым в этом году. В пятницу цены на золото стабилизировались после повышения на 1% в ходе предыдущей сессии. Ослабление доллара США и ожидание того, что ФРС понизит процентную ставку, оказали поддержку драгметаллу. Восстановление на рынках ценных бумаг не помешало золоту укрепиться. Цена на спотовое золото осталась практически без изменений – на отметке 1,283,58 доллара за унцию. Драгоценный металл подорожал примерно на 0,5% за неделю. Фьючерсы на золото завершили торги на прошлой неделе на отметке 1,283,60, опустившись на 1,80 доллар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова